Друзья, первый самый наш вопрос замечательный, что мы изучали в прошлый раз, кто может вспомнить, это у нас сейчас идет целый цикл наставничества и ученичества, вот, кто-то может быть вспомнит. Я запомнила, самое такое основное, что когда случился грех Адама и Евы, то люди забыли про креста, теперь вот Иисус Христос пришел на землю, тогда о том напомнить, что вот без него мы никуда, и как бы все решаем с ним, стремимся как бы жить во имя него и соблюдать заповеди, ну я так своим языком. Хорошо, спасибо большое, может еще кто-то хотел бы, кто был поделиться, ну были у нас и датчик был, и люточка была. Я могу поделиться, но я просто делал слайд, мне очень легко это все как бы рассказать, но когда может кто-то скажет, а я потом уже добавлю. Мы говорили о четырех столпах великого поручения, каждый может, не надо иметь, ну как не надо иметь, не есть какое-то специальное требование, чтобы говорить о спасении через Христа, надо лишь только необходимо доверять Богу, чтобы Бог ввел в этом направлении. И если ты начинаешь помогать кому-то возрастать, ты должен чуть-чуть быть уже повзрослевшим христианином, и когда ты начинаешь помогать взрослеть кому-то, ты быстрее сам взрослеешь, потому что ты сам углубляешься в само понимание спасения, великого поручения, понимание Слова Божьего, и таким образом ты кого-то потягиваешь и сам духовно растешь. Да, то есть мы еще говорили про масштаб великого поручения, это на всю землю. Как по-английски будет это? The Great Commission, это великое поручение, это термин, который вообще, если вы самостоятельно не можете говорить, это фраза из тысячи слов, они все поняли, как говорится. То есть это такая вообще в западном мире, это просто фраза, которую мы называем все христиане. В нашем случае, конечно, в основном эту фразу используют протестантские церкви, реформаторы, потому что ее популяризировали представителями индийской церкви, это Кацин Тейнер, мы немножко об этом говорили, он был миссионером в Китае, британец, который поехал в Китай, он был миссионером, он организовал миссионерскую точку в 19 веке, и вот он популяризировал это понятие, что задача христиан – это говорить о том, что о Христе, вот, проповедовать Христа, даже не христианство. То есть у нас немножко неправильное понимание, что якобы задача христиан – проповедовать христианство. Ну, знаете, такое общение, как будто ты на каком диване спишь? На Икее, а я сплю там на Кабита, да, или как-то там, на таком, и мы типа фирму, кто какую фирму тут рассказывает. А суть, на самом деле, у Христа была идея, задача была не говорить о христианстве, а говорить о Христе, это две большие разницы. То есть я не религию проповедую, но в таком случае сразу вопрос, о чем хуже мусульмания, о чем бы не буддизм, там, вот, а мы проповедуем о Христе, который принес спасение по благодати. То есть суть в этом. И чем хрещение, там, что он умеет делать? Да, да, и он говорит, потом мы читали такой текст, а кто будет креститься и веровать, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть вопрос даже не в фирме, вопрос не в религии, вопрос в спасении души. Вот, поэтому и буддисты, и мусульмане, и атеисты, они со временем становятся спасенными, принимая христа, прежде всего, как спасителя. Вот, то есть это такое, ну, это интересное размышление. Друзья, смотрите, мы сегодня вообще такую интересную тему, мы продолжаем эту тему. Сейчас я переключу на себя пока в микрофоне. Друзья, смотрите, мы в прошлый раз, великое поручение Иисуса Христа, четыре стопа великого поручения. Смотрите, сегодня третий урок. Пророчество Иисуса Христа последних временах. Вам вообще интересно, что говорил Христос много, ну, там, сотен лет назад, вообще о том, что будет происходить в Тебе? Мне было бы интересно. И почему христианство распространяется медленно? Вот, интересно, такой вопрос. Медленно. Да, это на самом деле. Вот мы сейчас будем об этом говорить. Ну, вот, ну, как бы предполагалось, что христианство должно стремительно быстро распространиться. Мы сейчас об этом будем говорить. И что сделать так, чтобы ускорить процесс распространения христианства, да? Смотрите, вот вот этот текст. Матфея 24, 1, 14. Он очень мелким шлифтом написан, поэтому можете даже взять. Я думаю, что это было бы интересно. Друзья, Матфея 24, 1, 14. Это текст записан о последних буквально днях жизни Иисуса Христа перед смертью. Вот, это, смотрите, может быть, вот, может быть, Ромчик, ты когда откроешь... Ну, короче, кто быстрее откроет, то скажите страничку, пожалуйста. Матфея 24, 1, 14. Матфея, это первая глава. Страница 29, да? Это... Да, Матфея 24, 1, 14. Так, ага. Друзья, кто мог бы прочитать этот библейский текст с первого по 14 стих? Так, перек... Да, пожалуйста. Так. Так, Иисус предсказывает разрешение храма войны и гонения. Это, наверное, не то, да? А что такое 23? Первого по 14 стих. Пришествие Сына Человеческого, день неизвестен, бодрствуйте. И высшед Иисус шел от храма. И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли вы все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено? Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет... Это надо? Да, да, конечно. И проповедано будет тие Евангелие Царствия во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Отлично, спасибо. Интересно, интересно, да? Это то, что Иисус сказал? Да, да, да. Это корочество Иисуса Христа. Тут есть «Наше время» предсказал, и будут болезни. «Наше время» 9 главе, если 10. Это пророчество Иисуса Христа по последних временах. Это буквально за пару дней до его смерти он это сказал. Обстоятельства были такие, то есть евреи очень сильно гордились храмом. Храм в то время это было грандиозное сооружение человеческое, оно строилось очень много лет. И вот такие, знаете, ученики, посмотри, учитель, какой у нас классный храм. Я почему-то сейчас это время напомнила, которое сейчас идет, нет? Да, да, да. Восьмая. Да, потому что в этом тексте есть две части. Первая часть этого текста это то, что будет касаться истории храма, еврейского храма. А вторая часть этого текста это то, что будет касаться именно истории человечества в последнее время. И вот смотрите, давайте разделим это событие на две части. Как вы думаете, что касается здесь пророчества истории храма. То есть храма еврейского, юрусалимского храма, который сейчас, кстати, разрушен. Он, кстати, буквально исполнилось это пророчество до буквы. Потому что Христос, когда это говорил, оно очень было, этот храм стоял. А сейчас только храмовая стена и мечеть стоит там. А когда она была разрушена? Давно? Смотрите, оно было, ну, как считают историки, оно было разрушено в 70-м году после Рождества Христова. То есть спустя 40 лет после жизни Христова. Это где стена плача? Вот это? Да. Куда ходят молиться эти евреи? То есть до 70-го года. Причем удивительно то, что когда Христос говорил разрушено, вообще храм был создан, он сделан был из больших глыб. То есть разрушить храм вот того состояния, и чтобы камня на камне не осталось, это же тогда не было в бульдозе. А как они были в бульдозе? Да. Значит, смотрите, как это произошло. Но историки считают так, что когда римские войска насадили храм в 70-м году, на территории храма были золотые щиты, стояли. На стенах висели в атрибутике. И когда забежали евреи и священники вовнутрь храма и сказали, нога язычника сюда не ступит, закрыли ворота и сказали, Бог нас защитит здесь, то, в общем, сделали так, что начали, кто-то что-то кинул, начался пожар, и там начался очень сильный пожар, и вот эти золотые щиты, они стекли просто, выходит, там, где камни, в эти вот места между камнями затекло золото, и когда сгорели вот эти вот внутри евреи и вошли уже после пожара римские войска, что они увидели? Они увидели, что золото, оно затекло в щели вот этих камней. И что? Они начали просто, буквально, перевоевернули все камни, камни, камни не осталось, чтобы это все золото позабирать. Но это же ценный металл, и буквально, в буквальном смысле промощество было исполнено. То есть они просто переворотили весь дворк этого храма. Было пленение евреев, их увели из Иерусалима. И в 110 году после Жизнеста Христова было снова восстание евреев, и окончательно было пленение, и это, в общем, территория вот этой части Палестины буквально было просто опустошено, и написано, это великое рассеяние евреев было. Их рассеяли по всему лицу земли, то есть Христос буквально исполнил, он сказал, что это произойдет. Просто смотрите, вот они говорят, когда он сидел на горе Ильионска, это гора, Ильионска, это место, где был очень самый лучший век на охрану. То есть это, знаете, такое туристическое место, ты посмотришь, вот тебе храм такой красивый. И вот они сидят, тут наблюдает этот храм, они наблюдают за этим красивей, грандиозным строением, и он говорит. И вот к нему подходят ученики и говорят, учитель, ну, наедине говорит, скажи, как это будет и какой признак твоего пришествия, два вопроса задали, и кончина ега. То есть это, как это сейчас говорят, как это сейчас говорят, конец света, да? То есть их волновало два вопроса, как ты придешь в твое второе пришествие и конец света. Вот у нас два вопроса интересуют, да? Вот они. И смотрите, как он отвечает на этот вопрос? Тут уже касается именно последнего времени, с этого текста. Смотрите, что он говорит, Иисус? Первый, он отвечает на первый вопрос о своем пришествии, как он на него отвечает, такими словами. Со четвертого стиха. Что он нам говорит о своем пришествии? Ну, что он говорил, будут люди, которые прикинутся мной. Вот. Вот. Да, уже проявлено. То есть придут люди и говорят, я Христос. Видите? То есть первый признак, первый признак прихода Христа какой будет? Где Христос? Появятся люди, которые говорят, я Христос. И что он нам говорит? Что он на это отвечает? Говорит. А, и говорит, и многих прелестях, понимаете? Первый признак того, последнего времени, что в последнее время появится много лжехристов. Да? Много лжецов, которые будут говорить, что я Христос. И он говорит, и многие прелестятся. Вот я даже знаю, недавно, арестовали в России какого-то, Виссариона. Да, он себя Христом назвал, его арестовали, год или два назад. Да, пришли, ОМОН пришел, арестовали его. Он бывший милиционер, назвал себя Христом, как бы, это Виссарион. Да, у него такая была свитка сваля. Смотрите, дальше, какой следующий признак последнего времени? Первый, будут лжехристы. Второе. Ухи, а вы находите? Вот. Вы услышите о воинах и военных службах. То есть, будет очень много говорится о войне. Война, война, война. Какой мы сейчас время живем? Скажите. Поставим народу на дорогу. Сейчас я его постоянно все о войне говорю. Второе, война. Это, друзья, ну, это было сказано, 2000 лет назад, по официальной истории, вот, пожалуйста, говорите. И, ну, это интересно, оно работает, да? Дальше, смотрите, да, смотрите, не ужасно. Смотрите, первое, говорит, берегитесь, чтобы кто не блести вас, будьте осторожны, будут уже кресты, будут уже пророки. Второе, смотрите, не ужасайтесь, не бойтесь, то есть будет очень много говорить о войне. Вот такая история. Что он говорит? Не ужасайтесь, что он еще, какой совет Христос дает? И надвижить всему этому быть. Что это значит? Что так будет произойти, это не миной. А он говорит, это будет просто, все, вы просто должны принять это, это факт, да? А следующий момент, военные слухи, и что еще? Седьмой стих. Землетрясение? Война международная. Начнется война. Царство, да. Начнется война, и, конечно, результат такой войны. Что будет за результаты? Война, болезни, болезни, да? и землетрясения. Но мор и мор, это, скорее всего, это болезнь. Страдание. Да, это, ну, люди умирать будут от болезни, там, и от голода, да, то есть, умирать. Потом, смотрите, землетрясения будут, это, это все признаки последнего времени. И, смотрите, что говорит восьмом стихе? Это все только начало. Это все только начало. Начало конца. Да, это, конечно, звучит очень, очень грустно как-то. Да, это все начало болезни. То есть, он говорит, это болезнь, это вот начало болезни. Следующий, смотрите, с девятого стиха, то есть, у нас первое, это уже Гристрель, второе, это войны, это болезни. Потом, с девятого стиха, еще какой признак он говорит? Кто будут предавать? То есть, люди, скорее всего, друзья, наверное, будут предавать? Предавать кому? Еще, кто Христа. Да, будут гонения, гонения на христианах. Гонения христиан, оно как будет? Это будет предательство и убийство. Говорит, будут предавать, вас на мучениях, вас будут истязать, и вас будут убивать. Вас кого? Последователи Христа. Так? И вы будете ненавидимы всеми народами за мое имя. За имя Иисуса Христа. Дальше, смотрите, какой он дает рецепт, он говорит, вот это третий момент, да, то есть, первый момент, уже Христа, второй момент, война, голод, смерть и так далее, третий момент, предательство, будет гонение христиан. Как он думает с 10 стихом, как с этим бороться? Какой он советует христианам, последователям? Ну и многие будут во мне сомневаться. И тогда засомневаются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. В 13 стихе получается? Да. В 13 стихе, да. Смотрите, многие уже пророки восстанут, будет ложь, проповедоваться ложь, будет причение многих людей, 12-е, и по причине умножения беззакония во многих охладеют люди. Очень многие люди охладеют Богу. То есть, любовь к Богу охладеет. Они потеряют Богу интерес, скажем так, или даже любовь, да. И 13 стихе, он через что сказал правильно? Можно все вытерпеть. Да, вытерпевший до конца спасется. Спасется кто? Возможно, до конца все. Получается, это все переживет. То есть, он выиспит. То есть, на самом деле, это серьезная проблема. А можно я спрошу, правильно ли это, что мало для того, чтобы спасти, просто уверовать. Нам нужно еще простоять до конца. Как бы жизнь прожить в вере. Не достаточно просто уверовать. И ты все уже спасен. Получается, не так? Людочка, ты абсолютно правильно. Смотрите, есть два понятия спасения. Спасение, как единократный акт, например, мы спаслись, мы встретили Бога. Сережа, можно перебить тебя? Вот смотри, у людей сейчас маленькие проблемы, мы все сразу в Бога не верим. Так а тут-то большие проблемы. А вот это и есть испытание веры? Вера, в принципе. предполагает, что ты готов найти все испытания. У людей там просто что-то маленькое случилось, там даже просто сын, дочь умер или еще кто-то. Это по сравнению вот с этим, это что-то маленькое, там всю семью будут мочить. И ты говоришь, ну все равно как бы, вера есть, как бы я спасусь. То есть это настолько должно быть, я не знаю, как это можно возрастить, такую веру просто. Потому человеку это невозможно, это Бог может сделать, но, опять же, если Божья помощь, это возможно. Смотрите, есть спасение двух типов. Первое, это одномоментное спасение, когда я принимаю Бог в свою жизнь, я говорю, Господи, вот я тебя принимаю, ты мой спаситель и Бог. А второе называется путь спасения. А путь спасения, это как каждодневная моя жизнь олицетворяет мои отношения с Богом. То есть мои поступки, мое поведение, мое мышление, мое внутреннее состояние сердца определяет с Богом меня сейчас ими. То есть человек может сказать, ну я же Бога принял, все нормально, вот ничего же не поменялось и дальше продолжать жить, так как ты живешь. Так вот, по факту, это показывает то, что на самом деле спасения не произошло. Человек устанавливает, вроде бы, как Бога признал, а с моим жизнью и поведением, что он говорит? Эх, так и без Бога живу. Так вот он говорит, поэтому нужно испытание, для чего? Потому что в испытании веры упрепляясь человека. Человек, как бы, проходя жизненные трудности, испытание упрепляет веру и тем самым доказывает, что он с Богом живет. И представьте, пройдя этот путь веры, вдруг он, когда встречает Бога, говорит, вау, вот это вот, ну, все эти годы я живу для этого. И еще такой интересный момент. Смотрите, как работает в мире реклама. Все временные вещи, они очень привлекательные. Временные. Так вот, красота, деньги, здоровье, карьера. Это временные вещи. Почему? Сколько там в нашей жизни? Ну, я 43 года прожил. Ну, дай мне Бог еще 20-ку хотя бы, или 30-ку, и все. Ну, то есть, пусть у меня все пальцы будут в перстнях, в роликсах, и зубы в золоте, но оно все в землю закопает, и там и останется. А что туда идет? Идет туда вечная душа. И получается так, что человек, он всю жизнь в это все вкладывает, он друзей передает, здоровье, для чего, для того, чтобы иметь вот это, все эти вещи. А о душе своей он абсолютно не заботится. Понимаете, что Христос говорит? Какой смысл, если человек приобретет весь мир, вот он станет хозяином мира, а о душе своей повредит? Смысл в этом какой? Понимаете, но Христос говорит, что, что когда мы получаем спасение, мы прежде всего получаем спасение души от ада, от страдания. А муки души это вечная мука. Страдания телесные, они временные, а муки души они вечные. Вот, поэтому стоит ли это того? Да, конечно, стоит. Я готов здесь немножко пострадать, перетерпеть, но вместе с тем быть с Богом. Да, чем здесь типа Бог, ты, а-та-та-та, а потом такой раз Бог, а Господь говорит, нет, ты всю жизнь жил для себя, то есть, кроме себя только себя любил. Ты предал всех. Знаешь, и ты еще хочешь царство божие, знаешь, такой, опа, а можешь царство божие? Я чуть-чуть, я скажу. Заплачу. Да, типа, кому, кто решал, а с кем порешать? Не, кто-то либо так, а тому, понимаете, такой был написан очень классный текст, который Христос говорит, широкие плоти, пространные врата куда? Врата. Врата. Блин, потому что все этим идут. Люди не хотят страдать, они хотят жить в комфорте, они хотят жить в комфорте, да? Но, кузок и узкие врата, которые идут в жизнь вечную, и не все их находят. Представляете, то есть, найти вот этот путь, а не на самом деле узкий, он, знаете, кому-то обладает его, по этому пути, вот так уже не пройдешь, как бы, да? Вот, ну, почему мы об этом говорим? Теперь, смотрите, давайте от этого текста немножко перейдем в другой. Пусть он у вас в голове зафиксируется, я вам вообще очень сильно рекомендую, даже дома его еще раз почитать, немножко об этом поговорить. Очень классный текст в контексте того, что ребята, ну, ну, да, война, ну, так, 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 Христос, он так и горит, ребята, об этом будут говорить. Я просто сейчас хочу сказать, надо там заниматься там построением, грубо говоря, бизнеса, а заниматься тем, как там, как, не знаю, помните, раньше такие ямки делали, погребы там, все, готовиться к войне, понимаешь? То есть, чем ты более приспособлен жить на идее? Ну, Анечка, кстати, вот, я частично соглашусь, чем, сейчас скажу, почему частично, я думаю, что тут Христос, значит, на что делаем его? Прежде всего, смотрите, он делает параллель, да, он говорит, ребята, грядут очень глобальные катаклизмы, очень большие проблемы в мире, мирового характера, это не просто где-то, да, но позаботьтесь о вашей душе. Понимаете? То есть, я даже думаю, что тут вопрос даже не в том, что вы где-то огородик, арджейник, там, подальше цивилизации, тут, тут опять же, не о теле речь, а речь о душе. Почему? Потому что катаклизмы будут, то есть, будут проблемы, и мы сейчас видим, реально, магнитание очень серьезное в мире идет, вообще вот этих всех проблем и конфликтов. Но он говорит, при этом всем будьте внимательны к своей душе. Первое, не попадитесь на уловки уже Христов, уже учителей, будьте внимательны, очень много лжи, очень много людей, которые хотят обновить. Второй такой момент, не отрекитесь, он говорит, вот смотрите, и собразняться, многие сосомневаются, будут друг друга предавать, возненависят видят друг друга, будут слушаться лже-пороков, будьте внимательны друг по другу, любите друг друга, не предавайте друг другу, да? И проявите верность Христу. Я говорю, если вы переживете до конца, вы спасетесь. Извините, тут все это происходит на уровне души, на уровне сердца. Вот, поэтому, что бы ни происходило здесь, мои отношения с Богом, быть очень внимательным, критическим к лже-пророкам, очень быть очень осторожным, потому что, ну, многие пытаются, знаете, как сейчас борьба за внимание человека, я говорю, все берем в интернете. Вот, ты сюда иди, там, иди сюда, тут тебя завлекают везде, да, почему? Потому что, обнимай мне, но стоит дорого в интернете. И беречь свое сердце просто от, вот, вот этот такой момент. Опять же, нельзя, почитайте внимательно этот текст, очень рекомендую. Хочу я сделать внимание на 14 стих. Вот, почему 14 стих, я считаю, центральный. Смотрите, что говорит Иисус. кто мог бы в интернете, может, Людочка или Витачик, прочитайте, пожалуйста, этот текст. Проповедано будет... Давай. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, посвятительство всем народам, и тогда придет конец. То есть, конец миру придет, и Христос говорит, тогда он будет по-любому. А когда придет конец? Никто не знает. Все узнают. Не знают. Мы знаем, когда придет конец. Здесь написано. Все узнают. То есть, когда будет проповедано Евангелие Царство по всей Вселенной, посвятительство всех живущих, вот тогда придет конец. То есть, когда не будет слушать, как они будут слушать Евангелие Царствия? Смотрите, что такое свидетельство? Сейчас я вам скажу. Как можно понимать этот текст? Это не имеется в виду, что все примут христианство. Нет. Это, знаете, что имеется в виду? Что уже не будет на Вселенной человека, который бы не знал о христианстве, о христе. И ему просто дается право выбора. Либо он принимает, либо он отвергает. Сейчас, на сегодняшний момент, есть такие народы, где люди даже не знают, что есть вообще в христианстве царства. Вот тут есть отдаленные уголки планеты, народности, народы, языческие, где люди просто не знают, как христианство. Они вообще не знают. Больше того, друзья, вот вы не поверите, есть даже люди в цивилизованных странах, которые не знают, как христианство. Ну, то есть, они выросли в странах. Ну, возьмем коммунистический, нашу страну коммунистическую, да? Ведь немало было семей в Советском Союзе, которые росли в атеистической среде. Они вообще не разбирались в христианство, в христианстве, в христианстве. Их в школе учили, что Бога нет. Их учили, что партия нашу любую. И, по сути, они как бы живя вроде бы в цивилизованной стране, но христианство ничего не знали. Христе, да? У Евангелия. И он говорит, «Можно я добавлю?» «Ой, конечно, лучше». Ну, что, на самом деле, проблема еще глубже, что есть люди, которых там знают, что видят церкви, видят обоги, да, особенно православные церкви, они же огромные, да, их видно, но люди реально игнорируют, они не понимают, потому что они думают, что это что-то там где-то какой-то бизнес. Вот в чем проблема еще, что на самом деле, вот, ну, я много о кого так знаю, что они не верят в Бога вообще, ну, как бы верить может Бога, а Творца, да, но про Иисуса, так это вообще все придумали, чтобы деньги собирать. Так что, все на самом деле, проблемы есть. Евангелие Царство, по сути, это что имеется в виду? Это блага, есть, вот Царство Божие, что пришло Царство Божие во Христе. Еще будет после этого тысячелетно, Это уже потом. Это конец, это именно пред, потому что это милленин, 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 это учение в тысячелетнем Царстве, это есть такое учение, библейское учение, это после прихода Антихриста, вот когда Христос. Но эти события имеются в виду, он говорит, расскажи о событиях и твоем приходе. И он говорит, мой приход будет связан с проповедителем Царства всем, во свидетельстве всем живучим во всем мире, там, во вселенной. Друзья, то есть, о чем он так говорит? Конец будет, но есть определенные предпосылки. Христосов о ней говорит, будет уже Христы, будут уже пророчества, будет предательство, будет гонение христиан, что там еще, будут голод, будут войны, и будет проповедь Евангелия во свидетельство всем живущим на земле, во вселенной. Смотрите, сразу такой вопрос, что, так пришло уже, ну, скажем, 2000 лет, а когда это будет вообще? Мы выходим как-то на развязке, да? Ну, я обычно как говорю, вы хотите к Богу, хотите быстро к Богу, тогда быстренько всем рассказывайте о Христе, и тогда Бог нам придет побыстрее. Ну, по сути, это как по прощества приход, он говорит, ребята, я готов прийти, но еще не, мы не готовы, мы еще не всем рассказали о пришествии Иисуса Христа. То есть, это отдельная тема, это, как написано в Библии, говорит, что Христос придет как молния от запада на восток, и говорит, ну, это, кстати, можно будет даже, тоже есть тексты, говорит, двое будет лежать в постели, один вознесется, другой останется, двое будут молоть в жерновах, один вознесется, другой останется. То есть, будет вознесение людей, то есть, их как бы, ну, как бы, это имеется в виду, как вознесение церкви, и у людей есть, останутся, ну, одни говорят, о великую скорбь, которая будет во вселенной, очень страшное событие, когда будет, ну, буквально, править сатана, и написано в Библии, что будет такая скорбь, которую еще не видели, не никто, живущий на земле, и говорит, и в Библии даже написано, что, по сути, это скорбь будет три с половиной года, говорит, что даже сам Бог ее сократил, потому что, ну, мир будет просто потерпать от каких страданий, что Бог даже сократил это. В общем, очень страшные вещи будут, но об этом писано в Библии очень много. Это мы просто взяли кусочек пророчества, и вот это, богословие, это называется дисциплина, эскатология, это учение последних событий. Вот. Кстати, разрушение храма, я же говорю, до буквы, оно исполнилось. Сейчас храма нету, и есть такие, как бы, предположения, что храма... Евреи, наверное, об этом прочь-то. Нет, евреи, которые в Христа не верят, они не знают, но они ждут Мессию, они ждут Христа. И вот, что интересно, что, видите, вместо Христа кто придет? Боже, антихрист придет. И вот, кстати, евреи в черной одежде, вот я говорю, как мне пояснили, они ходят в черной одежде, действительно, я говорю, а что в черной одежде, что это значит? Он говорит, это одежда печали, одежда траура по разрушенному храме. Почему? Крам разрушен, в храме нельзя приносить жертвы. А все поклонение еврейства, оно построено на жертвы за грех. Представляете? Жертвы негде приносить, грехи не искупаются. Это травма еврейского народа. А знаете, почему Бог Христос это сказал? Он говорит, потому что вы Христа отвергли, вы захотели остаться с храмом, он говорит, но храм тоже будет разрушен. И Бог это допустил, чтобы показать, что у вас единственное будет, это только принять Христа. А не с Христом, это само звук, не с нами подходит. Но мы в одежде траура, черных одежды, мы ждем кого? Мессию. И вот когда придет антих, если об этом написано в Евангелии, и сядет в храм, и скажет ко мне, придите на поклонение, то что сделает Хасида? Они поменяют одежду траура на одежду радости в белых одеждах, они придут встречать Мессию. в храм. И кого не увидят ранее? Антихриста. А у них дома белая одежда есть? Я не знаю. Я знаю. Они не готовы к этому. Мы причем это евреи говорили. Причем молодые девушки, евреи, евреянки, незамужние, они ждут, что они станут матерью, которая родит Хрисии. До сих пор евреянки, которые, они ждут, чтобы стать друженицей Мессии. Как они узнают? Ну вот, никто не знает. Это интересно, что, как будто, знаете, мир замедлился. То есть, то, что произошло 2000 лет назад, они сейчас ждут. И, кстати, евреи, которые сейчас становятся христианами, мессианские евреи, у них просто в голове происходит, как это? Мы вообще всю жизнь верим в это. Есть такие, которые просветлели? Да, они просто просветлили. Смотрите, друзья, давайте вот, у меня сейчас интересный ролик есть. Это в 2015 году этот ролик сделали. Ролик очень интересный. Вообще, о графической инфографике, как было распространение христианства. Давайте мы сейчас его посмотрим. Я некоторыми буду делать остановки для того, чтобы, в общем, поговорить о теме. Вот смотрите, 161-й год после Рождества Христова. Светлым, светлым, значит, отмечено то, где уже началось распространяться Евангелие, уже христианство, скристианство. Вот это и теоретический мир, включая Ликобритания. Это территория Римской Эти, которую мы знаем. И вот смотрите, как интересно собирается христианство. Вот. Это, по сути, распространение христианства в 4 веке. Видите, оно уже вышло полностью по очертанию Римской империи. И потом, смотрите, что происходит. Это уже, когда официально Рим принял, включая, кстати, Англию. Кстати, вы знаете, что император императора Константина, это был сын императора. И его прогласили императора в Йорке. У него памятник есть Константину в Йорке, в Центральном соборе. его провозгласили именно в Йорке император, в северной территории. И он уже ехал в Рим для того, чтобы воцариться, стать императором Римской империи. И он потом, по сути, стал тем, который провозгласил христианство официальной религией Римской империи. Но его коронация произошла в Йорке, в Англии. Что интересно? И мы там памятник стояли. Вот. визотисты императором и виши. Посмотрелось христианское прокуратное деликое. И посмотрите, первое, что появляется в Йорке. Посмотрите, что можно увидеть культур культур религию. Верги с ним и конкурс на праздниче в мир. и посмотрите, вот, разнись на дейоге, фига Старо, сладо на ВС, на Дэв. Потом по nivelегии мы пошли... и тромбок. Фига Старо. Фига Старо. Фига Старо. Фига Старо. Фига Старо. Фига Старо. Ну, вот по сути карта, официальная карта, но смотрите, есть в этой карте по мелке, да, вот есть такие темные карты, да, которые, например, китай, да, вот китайский коммунистический, потом, опять же таки, Индия, да, частично она, ну, как бы, потом вот эти острова, исламские, кстати, тут ислам, вот здесь, в этих островах, да, там, находится. То есть, если посмотреть на карту, ребята, ну, какие, какие можно сделать выводы? Во-первых, ну, окрестительных девятьдесят я знаю, это раз. Во-вторых, ну, как бы, а мы, знаете, где-то, где-то появляется, где-то затухает, где-то появляется, затухает. Теперь вопрос, почему так произошло, в чем проблема, да? Вот, вот, ради интереса я поинтересовался вообще, ну, как бы, опять же, такие официальные источники, но я взял в мультипедию, просто ради интереса. Посмотрел население Земли, какое было, вот, ну, считается так, что в первом веке это было 300 тысяч людей, и вот, в 2100 году прогнозируется 11 миллиардов. Да, вот, например, когда Христос пришел, было 300 тысяч людей, потом тысяч, ну, как бы, ну, это, естественно, это приблизительные цифры, вот. И вот, смотрите, что получается в результате. Рост христианства в мире, официальная статистика. Сто лет назад это было 30% официальной статистики христиан в мире. Потом, смотрите, в 1970 году немножко на 1% просело, потом в 2000 году выровнялось, и в 33-м оно поднялось, ой, в 13-м было 33-м. То есть, смотрите, какая интересная динамика прослеживается. В общем, христианство, вроде бы, оно растет, но оно и не умножается. Почему? Потому что, смотрите, в 1900 году было население земли, ну, так считается, 1,5 миллиарда, было 33% христианства. Сейчас это 7 миллиардов, но количество христианств, 33% так и осталось. То есть, понимаете, да, то есть, вроде бы, процент тот же самый, то есть, вроде бы, он распространяется, но количество людей растет, лечится на 20%. Ну, процентное соотношение христианов ее меняется. То есть, и сразу такой вопрос прощества. Я пытаюсь связать прощества. Будет проповеданно сидеть Иоанн Григорий Царства по всей земле, и тогда придет конец. Но за последние 100 лет рост населения увеличивается, но процентное соотношение христиан. Причем это просто наши люди, которые просто себя назвали христианами в паспорте. Они тоже в эту статистику вошли. То есть, я не говорю о реальном последователе Христа, который реально каждый день за ним следует, да? Смотрите, почему, в чем проблема? Почему христианство развивается медленно? То есть, оно не идет такими темпами, как это было, например, в этом ролике. Кстати, интересно, что всю Римскую империю, ну, как бы считается так, христианство заполнило за первые три сотни лет. То есть, полностью заполнило, и Римская империя вынуждена была назвать ее официальной религией. А за остальных полторы тысячи лет, ну, очень длинненько все это шло. Есть три причины. Смотрите, первая причина – это слишком долго. Очень долго распространяется. То есть, это очень длительный процесс. Второй момент – это очень дорого. На самом деле, распространение христианства – это очень дорого получается. И третий момент – это очень легко оставлять. Я буквально недавно… Ну, например, возьмите даже наше общение, да? Вот мы приехали там три года назад, начали собираться. Ну, у нас все равно немного, как бы, да? Ну, слава богу, пока чуть-чуть, там, поднякаемся в процесс, растем. Но это длительный процесс, да? Второй такой момент – ну, вообще, организовать церковь – это очень дорого. Я знаю, что, например, вот в Америке кто-то посчитал, чтобы в Индии организовать одну церковь – это надо потратить 40 тысяч долларов на одну церковь. Смотрите, какие колоссальные ресурсы. Так, а таких церковь должно быть много, как-то, да? И второй момент, и третий момент – легко остановить. То есть, представьте, организовывается, например, община. Есть там служители, лидеры, да? Приходит, если люди не напишут, арестован в Астане, а что происходит с церковью? И все равно она сараповилась, просто на глазах. Все. И эти все христиане не распроились, где кто это. Отлично, например, Христос. Да, вот, был Христос, его арестовали, все ученики разбежались там куда. Вот. Еще одна причина есть. За вот это все время поменялась стратегия. Смотрите, деткозаветная стратегия была следующая. Она звучала в меня фразами. Приходите к нам, будьте как мы. Вот евреи, как они делают? Если вы хотите стать евреем, приходите к нам. Вам надо пройти в ряд обрезания. Одеться, задеться в еврейскую одежду. Ходите в еврейский храм, и вы тогда становитесь евреем. Когда Христос пришел, он говорит. Он совсем по-другому говорит. Вы идите к людям. И будьте среди них. То есть, задача не ждать, пока люди к вам перейдут. А задача, наоборот, идти к людям, да? Что сейчас превратилось, на что превратилась церковь? Она превратилась в хазоветнюю модель, по сути. Вот у нас и церковь. Ребята, приходите к нам, будьте как мы. И часто ты чего-то говоришь. Ну, никто же не хочет в церковь идти. Ну, конечно, никто не хочет идти в церковь. Но никто не хочет подойти. Почему? Потому что Христос вам лучше задумал. Подойти к людям, наоборот. Помогать людям, служить людям. Говорить о мокресе, оборке, спасении. И тогда модель заработает. И вот смотрите. Но нужно быть живыми, а не... Да, конечно. И вот, смотрите, у меня вот вопрос. В чем разница этих двух предметов? Там есть интернет, там нет. Да. Это новейшие технологии. А в чем соус твоих? Средство свеже. Что их объединяет? Звонить. Звонить. Это два телефона. Это два телефона. У них основная задача – это звонить, да? Это есть вот трубка. Это есть вот куда говорите. Как бы туда говорите, слушайте. И что звоните. Да. Ну, вот это телефон... Игра зеляет сто лет. Эти два телефона, да? Но возможности совершенно кардинально вообще другие, да? То есть, что мы видим в современном телефоне? Это интернет. Это много задач, много функционального устройства. Хотя это и телефон, да? То есть, идея такая, что мы можем... То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о церкви, о христианстве, да? То есть, мы когда говорим о христианстве, одни думают про вот это, да? О христианстве. А другие начинают думать про вот это. То есть, другими словами, вот я, наверное, на этом повторю. Одни думают о христианстве, как об вот этом вот, а другие начинают думать о христианстве, как об этом. То есть мы не говорим о блоке сейчас, мы не говорим о символиге. И тут телефон, и там телефон. И тут телефон, и тут телефон. Но средство подачи совершенно другое. То есть здесь, например, это история, это деньги натуральные, это продаж. А вот это, это пластик, это стекло, это воздух. И вот если мы сейчас говорим о том, чтобы исполнить пророчество Иисуса Христа, то все-таки, друзья, надо все-таки выходить на этот поле. Ну, таким способом не получится. Ну, никак. Это дорого, это легко остановить, это берем эту трубку, объяснять, и все, уже это легко не работает. Плюс, понимаете, вот таким, то есть мы не говорим о средстве, о методе, то есть мы не говорим сейчас о принципах христианства, мы не говорим о... Потому что для многих христианства это... это храм, это костюм, это хобор. Свечки поставить, как можно подать. Это красивый, красивый, одевый. Но это все-таки, друзья, не хочу никого видеть, это здесь. Это красиво, это борог, это круто, это настоящее дерево, но оно не будет распространяться. Я как-то с моим другом разговаривал, он не служит православной церкви, и он говорит, Сергей, он просто говорит... Он, кстати, у них храм, не семейский храм, они именно на семейские работы занимаются. Он говорит, Сергей, я ничего не хочу сказать, говорит, у нас была встреча в Киевском объединении, Московского патриархата, говорит, ты не поверишь. Сидят священники, они совершенно, говорит, они не готовы поддержать мастерское движение православной церкви в Киевской области. То есть, для них это чуждо. У нас есть храм, чего вы там бегаете, чего вы там стучитесь? К нам идите, да? К нам идите, да? А он говорит, ну к нам, не будешь там, а есть, Бога не ставит, вроде. И вот проблема в чем, что многие, друзья, не хотят они здесь приходить. А нам так удобно, нам нравится здесь. Чего вы тут бегаете, смечетесь? Поэтому, вот вопрос такой, почему христианство распространяется медленно? Потому что люди зацепились на вот этом вот. На вот этом, да? А Христос не об этом говорил. На ритуал, наверное, поменял. Поэтому не хочу, опять же, не хочу никого оскорблять, не хочу никого там измирать. Просто надо что-то менять. Почему? Потому что когда Христос придет, он скажет, друзья, а чем вы сейчас эти годы занимались? А я-то вообще про это не говорил, я говорю про вот это. Я как-то вспомнил, интересно, такую фразу, где он говорил. Мы, люди, склонны к тому, чтобы делать то, что Бог нам не поручал. А Бог не поручал нам. Но, поднимайте, что Он нам не поручал. Но не делай то, что Он нам поручал. Смотрите, что поручал нам Иисус Христос? Что нам поручил Иисус Христос? Он не говорил, ребята, ставите храмом, занимайтесь золотой отделкой, потому что красиво было. Вот что нам поручил Иисус Христос? Вот что Он нам сказал? Опять же, мы повторяем главный тезис. Итак, идите, научите всем народу. Это дети. Первое. Второе. Третье. Крестите. Вы имя Отца и Семенского Духа, на имя Троица. И третье. И четвертое. Что вам в свое время учите? Учать к ним быть непослушными. Вы знаете, почему христианство распространилось очень быстро на юзгрибе? Они не были эти начинные абсолютно вот так все. Они церкви организовали везде. Дома, на природе, в катакомбах. Кстати, вот первая церковь, это интересно, вот посмотрите. То есть акцент делался не на вот эту роскошь, не на красоту, не на благополитие. Да, делался акцент на что? На учении, на проповедь, на служение людям. Когда церковь стала официальной, вдруг появилось пару хороших ребят, говорит, слушайте, у нас есть столько хороших языческих рамок организовалось, давайте мы там все, сейчас мы идем в порядок, этих идолов поуббрасываем, поставим 50 секунд, и там будем собираться. Не, хорошая идея на самом деле, очень хорошая идея. Единственное, что когда люди туда пришли, им там понравилось, они говорят, ну что уже куда-то там ходили, давайте мы здесь просто сейчас тут расположимся, как бы, и вот просто из-за нас, если вы видели там по инфографике, резко сократилось, все, он просто упал. Потому что люди попали в комфортное условие, там понравилось, все, там классно, тут собираемся, что-то куда-то там ходить, чем-то заниматься, тут классно, да? И проблема какая? И вот наша задача, и наша задача вернуться к тому, что нам свервал Христос. По сути, и вот почему мы сейчас об этом говорим, вот наставническое ученичество, опять же таки, как говорил когда-то, Христос говорит, говорит, и это делаете, и того не оставляете. Да, с одной стороны, все-таки переосмыслить и подумать, ну вообще, вы хотим, раз говорить о Христосе, вы говорите, а, спасибо, да, вы хотим. Но нам надо найти способ, как это эффективно доносить до людей, которые живут без Бога. Но они не введут церковь, ну вот, это реальность, они не введут. Соответственно, нам надо идти к ним, нам надо им служить, нам надо им показательство, нам говорить о Боге. И вот даже один такой был момент, когда, я помню, мы когда-то говорили, когда-то, я говорю, ребят, вы, если человек не хочет к нам найти на общение, ну не приглашайте его, просто помогите ему там, где он находится. Ну, по сути, да, но он и так не придет, чего вы там учите, да? Ну, мы же там на месте можем говорить, молиться за человека, берите счастье, берите Богу. Вот, а потом и со временем молиться он придет. Это классно, что есть Дума. А? Да, да, конечно. Никуда не надо ходить, тут уже не отмажешься. Да. Да, то есть, друзья, вот это то, о чем я бы хотел сегодня поговорить, о чем бы размышлять. Что вы вообще об этом все думаете, как бы, о последних временах, о, почему христианство медленно распространяется, и на самом деле, что от нас Христос ждет? Что он ожидает от нас? Давайте мы уже поделимся, может быть, мы вот так и поделимся, и к чему Бог нас вообще призывает, какие идеи, вот, что мы об этом думаем. Вот ценности неправильные у людей. Просто вот это все золото, деньги, власть, она настолько, скажем... Взращиваем тело, а не душу, да? Да. В глазах, вот, мне кажется, если бы человек, наверное, не мог бы видеть, наверное, но бы мог слышать, опять же, ну, то есть, оно, вот, все-таки, все-таки, все, что мы видим, мы хотим, вот, глазами больше, чем, наверное, чувствуем. Люди уже разучились чувствовать, отвечать, что первое, что первостепенное, что второстепенное. Да, к сожалению, и на это нашли оправу. И на слепых тоже. Вкусные булочки всегда по-на-руте. Друзья, может быть, по тезису, вот, ну, может быть, какой-то... Что нас вообще в этом затронуло, в этой теме, может быть, что с Христос сказал? Меня затронуло то, что, когда я ходила в церковь, меня привлекла церковь, она была очень красивая, я туда сама прошла, и вот за меня. Но я туда проходила пять лет и ноль. Ну, да, я прослушала, прослушала, чё прослушала. У меня было для галочки, реально было для галочки. Я сходила, я молодец, там, крестик, ношу, все хорошо. То есть, я как бы, ну, я больше не знала, что нужно делать, на самом деле. Я даже не знала, никогда. Я думала, ну, вот так все делаю, так и надо, наверное. А когда у меня были настоящие проблемы, я пришла сюда, а вообще все было по-другому. То есть, и другое, как бы, я что-то начала читать, понимать, что-то узнавать, вопросы появились, для чего это все. То есть, вот такие собрания, конечно, они вот, ну, для меня лично большую пользу приносят, чем в красивом месте вот это все. Ну, и что, что там красиво. Да, приятно посидел, сходил, как в ресторан посидел, но для души ничего. С другой стороны, если бы не эта красота, то бы и не зашла. В итоге бы и не пришла бы сюда. Ну, возможно, да. Так что, эта красота все равно приносит, да, может быть, не ту, которую бы хотелось пользоваться, но все равно приносит. Я помню, что я в России, когда заходила в церковь, меня постоянно там отчитывали, то я не так сделала, это не так, ты так, да, пришла. Да, моток, это ноги незамотные, ноги незамотные. Так подскажите, как, а не смотрите на меня такими, как бы. Да, когда ты приходишь, должен знать все, что человек пришел в залпе, что ты там так лег, что ты не так сел, что ты не так стал обругом. То есть, я вот много раз замечал, там заходят, она там накроет туда, накроет голову, вот чуть ли у тебя ножки не закрыты, там. Ну, правильно, мне, что вот правильно говоришь, учить, помогать людям, а не отбивать все желание. Да, даже многие люди, наверное, стыдят заходить, потому что ты не знаешь, как по Канану работать, вот шаг лев туда, как ровно встал. Вот, вот, молодец. И тогда можно опалкивать еще, люди хотят что-то узнать. Монополии, я как человек, который столкнулся с православием, где она, ну, не попали, конечно, так скажем, имея низший статус, так скажем, ценности, там вот именно вот так вот все происходит. Это вот, к сожалению, есть такие вещи, в данном случае в России, когда она монополизировала все, там все статусно, вот, да, вот это начинается работать на массу. Причем в школе этого не преподают, в университете этому не учат, нигде этому не учат, в семье этого нет, тебя ожидают. Странно, почему, да, вот это вот для православных странах какое-то сказание о Боге, почему? Почему? Видите, мне кажется, что сделается акцент на другие вещи, да, вот это то, что говоришь, да, это, ну, Христос, Христос, он сначала рассматривал христианство как образ жизни, как, как, сейчас я скажу, как, то есть это было как учение, да, как, вот это по-английски, это как мумат, это как движение, да, и люди так, то есть оно было основано даже не на картинке, а на содержании, вот содержание. Ну, так как человеку всегда хочется придать чему-то форму, говорит, давайте вот такая форма, и со временем содержание просто, оно ушло, как бы, и получилось, что вроде бы вот это оно. И вот почему я говорю, что нам важно вернуться к эсклотам, снова сделать вес мысления, то есть за что я говорю? Вот я расскажу историю, которую вот в миссии, где я работаю, это ангеликанская миссия, у нас очень много, кстати, церквей, вот такие вот слепки, статты. Я знаю, они все-таки постарели, только положили на служение, и один из них, значит, у нас епископ лондонский сказал, обернув вас, говорю, так, так, говорит, только статуи не трогать. Почему? И он такой, говорит, захожу, значит, в эту церковь, старая церковь 17 века, такая, знаете, она, и он говорит, значит, это такое было, это очень тяжело было, потому что там старинные скамейки, кафедра, такая деревянная статуи, говорит. И, говорит, и задача такая, чтобы люди за этим всем, все, как увидели, суть содержания христианства, да. Ну, со временем, короче, они все эти скамейки поменяли, кафедра, кафедра, говорит, один мужик при этом на пикапе, говорит, можно статуи забирать? И они поменяли, то есть здание осталось тоже, но содержание это кафедра, кафедра. И это именно общение, вот комьюнити, знаете, и вот я знаю, многие через это проходят, вот именно меняя с картинки, то есть меняя акцент на суть, на содержание, именно христианство, как образ жизни, как учение, как философия жизни. И вот это, по сути, видите, вот, то есть, грубо говоря, вы мне дайте кран, я бы, по сути, делаю бы то же самое, только в храме. То есть, ну, суть, я бы всегда делаю акцент на учении Христова, то есть на служении, на понимании текста, на писании, вот, и вот. Ну, тут же зависит, Сережа, вот все равно, какая, ну, скажем, как-то правильно сказать, вот мы, как евангельская церковь. То есть, это же зависит от церкви, то есть, какое понимание внутри. То есть, все евангельские церкви, они более-менее похожи, неважно, в каком издании. А если, например, другие церкви, они немного отличаются, да? Да, исторические церкви, они, они очень, там много традиций в исторических церквях. То есть, там расписаны службы, но, кстати, в английских, католических, холославных, вот, 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 оно отличается, да. Но евангельские церкви больше делают упор на писание, на учение именно вот тут. А если, смотрите, сейчас, кто-то очень-очень, кто-то изменится, хотелось бы такой вопрос. Что я буду делать? Я, на что мы делаем акцент? Что я буду делать? Вот такой вопрос. Анечка, может, ты бы закончила? Если что-то, что мы хотели бы поделиться? Людочка, вы хотели бы сказать? Скажи, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что проблемы, почему христианство так медленно еще распространяется. Но вот для нас есть сложности на пути на самом деле. И вот сложности в том культуры, в том, где мы растем, сложности в том, как люди, как живут, вседозволенности. И на самом деле это очень тяжело. Люди очень независимые, лишний раз не подойди лично и ничего не скажи. Тут надо реально от Бога мудрости как найти подход. Спасибо очень большое. Смотрите, что бы я хотел в конце, чтобы мы знали в нашем сознании? Две вещи. Первая вещь, вот это великое поручение. Его надо скатографировать. А вторая, друзья, вот это. И проповедано будет все евангелизации. Между вот этими двумя текстами, мне всегда-то жизнь, это вот. Первое. И так, идите и научите все народы. Крестья и Кремль отца и Северного Духа. Учаясь, соблюдайте то, что я уже дал. И второе. И проповедано будет евангелие. И проповедано будет все евангелизация по всей вселенной, по свидетельству всем народам. И тогда придет конец. Смотрите, между этими двумя событиями есть история человечества. Первое. Великое поручение. Это то, что мы говорим дальше. Идите, научите, да? Идите и научите. И второе. И проповедано будет. Это Матфея. Матфея 28.19. Матфея 28.19 и Матфея 24.14. Вот тут то, что приблизить участие Креста, это наша ответственность донести Евангелие всем живущим. И кроме нас этого никто не сделает. И вот я почему хотел сказать, друзья, это Христос от нас ожидает. Это не я, Библию. Это Библия об этом написана. То есть, Христос придет настолько медленно, насколько мы... Нет, по-другому. С позитива пойдем. Христос придет за нами настолько быстро, насколько мы ему поможем. То есть, понимаете, да? То есть, чем быстрее мы осознаем, что ствол, оказывается, мы должны проповедовать Евангелие к Кресте всем живущим населенным. И тогда придет Христос. То есть, я очень хочу, чтобы Христос пришел. Ну, я уже устал. Кашлям просто. Хочу к Христос, чтобы пришел. Так вот, от меня сейчас зависит, насколько быстро придет Христос. А, вы не хотите Христос? Хорошо. Может, я не проповедую. Значит, подождет Христос. Ну, то есть, вот эту главную идею я хотел сказать. Не важно. Ты там неважный христианин, православный, католик, англиканин. Кто бы ты ни был, если ты христианин, и ты следуешь за Христом, но мне ответственность говорить людям о Евангелии. Не важно, какая конфессия. Потому что Христос рассказал Слово всем христианам. Во всех конфессиях. Но если христиане, как бы, еще готовы помедлить, ну, тогда Христос немножко придет попозже. Вот. Вот это вот главная идея. Да, вот, ну, как бы, я просто, знаете, концентрую на стоп. Вообще, я все сказал, что я должен был сказать. Я думаю, нет, надо вот это все тебе сказать. Что от нас с вами зависит, насколько мы приблизим происшествие Христалла. Можно? Такого вопрос? Да. То есть, ну, типа, война началась, люди мрут. А все вот это будет идти настолько медленно, настолько люди не узнают. Правильно? То есть война будет очень долго продолжаться. Вот это имеется в виду или нет? Имеется в виду, что приближение пришествия Христалла, пришествия Христалла. Я это не поняла, но это значит, что люди будут находиться в войне столько долго. Не, не только в войне. Смотрите, вот эта жизнь с этими трудностями, опасностями, вот это всем этим изобразием, во время вот этого всего мы должны будем говорить Евангелию. О том, что Христос пришел на эту землю для нашего спасения. То есть, представьте, вот на протяжении всех этих событий, мы говорим, 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 и вот в точке, когда все во вселенной слышат свидетельство о Христе, в этот момент приходит Христос и забирает свою церковь. Иисус Христос. То есть, даже если война, даже если Бог, даже это не должно быть причиной, перестань говорить о Боге. Понимаете, очень вкусно. Даже если круто, даже если комфортно. То есть, например, поделюсь таким примером. Вот я, ну, допустим, я, ну, давайте Петя. Петя работает на фирме. У него на фирме есть три человека. Петя хорошо, Петя получает хорошую зарплату. Но Петя понимает, что скоро должен прийти Христос. В ночь я кощу пришел Христос. И все такое думают. Стоп, вот со мной работают три человека. И ни один из них еще не слышал о том, что Иисус Христос их любит. И он пришел за их грехи. Он умер и воскрес. Может мне им рассказать? Тебе вообще знали, что Христос пришел две тысячи лет назад, чтобы тебя спасти? И он может сказать, что... Если Оля скажет Петя, слушай, мне это не интересно, то Оля хотя бы это не могла. И это называется на свидетельство. Понимаете, вот в чем? Есть Маша. Маша услышала о Иисусе Христе. Ммм, я об этом никогда не знал. А что, серьезно? А я думал, что вот это все Рождество, что мы празднуем, это просто, чтобы там что-то там... Глент-Вейн попить, да, например. А, как это Христос... Слушай, а расскажи мне немножко больше об этом. Потом там, например... И вот вы с человеком рассказываете ему, да, вот Христос, вот Евангелие, вот там Библия об этом описана. То есть человек не просто об этом узнал, а во свидетельство, что пришел Христос. У него есть шанс еще получить спасение. Еще спастись. И, допустим, Петр Семенович. Петр Семенович, вообще, я думаю, курс себя, что Христос когда-то пришел. А я-то помню где-то в детстве, там, мы что-то, коляпки какие-то пели. Но мне эта тема неинтересна. Я вообще католик, там, ну, буддист, короче. Нет, давайте, буддист. Ну, католики и не шристиане. А, хорошо, ну, вы в курсе, да, что вот ты пришел, все, ага, хорошо, все. Человек... То есть, смотрите, у Пети из трех сотрудников все узнали о Христе. Все. Двое на свидетельство, они не приняли Христа пока, пока. Маша заинтересовалась и стала интересной. И вот с Машей нужно дальше продолжить говорить ее более-больше. То есть, вот что имеется в виду. И это не надо человеку в церковь ходить. Это не надо человеку, я не знаю, подтащить его в церковь. Я, Петя работает на работе, у него три человека. Он всем рассказал о том, что Христос их любит. Можно о чем? Ну, просто так, за чашкой кофе я с Робом на кухне Стаповской, не скажу, в колледже. Роб, ты знаешь, что тебя Христос любит? Ну, он посмотрит на меня. What's your agenda, да? Ну, с другой стороны, мне часто вот, что я в жизни молюсь за что, чтобы у меня такие были какие-то meaningful conversations с людьми. Ну, то есть, чтобы выходить на такой уровень, где можно с людьми не просто... Вот такая погода хорошая, лондонская. Ну, то есть, чтобы вот именно, ну, как бы иметь в голове пространство, знаете, и место, чтобы вот с людьми говорить на такие какие-то более глубокие темы. Ну, вот такой момент. Ну, то есть, вот мне с этим трудно. У меня нет проблемы сказать им, вы знаете, что Иисус Христос на самом деле может вам дать душевный покой, либо мир, либо там спасение вы можете найти. Мне часто тяжело вот выйти даже вообще на такой разговор с человеком. И я предлагаю, как бы мое решение, это просто, ну, то, что я и раньше делала, и сейчас. Просто молиться, чтобы Бог работал, ну, и с человеком, и меня в нужное время, чтобы я со своей стороны была готова, если человек хочет услышать, то, чтобы, ну, чтобы я, как бы не, не со своей стороны как-то не проявила пассивность, а наоборот. Узнать. Я говорю, когда тяжелые люди, просто ну, чем человек рассказывает, я тогда говорю. Есть такая, да, я как-то больше рассказываю, да, я что-то не могу, то есть, как-то сфилицирую. Да, это тоже работает. То есть, когда из них нет, ну, как бы, если он таким опытом уставал, то человек такой, да, ну, ты знаешь, мне интересно, как бы, основном это вот, я немного больше дать пока. Да, друзья, ну, смотрите, в принципе, почему мы собрались, это одна из причин, это восстание чисто ученичества, это как нам правильно совести с нашими друзьями знакомых, да. То есть, причем, потому что, вот, даже часто есть такая фраза, она называется, девица верой, я поделился с человеком, а верой, то есть, во что я верю, в кого я верю. Я даже людям не говорил о церкви, я людям говорил о Христе. Мне не, друзья, поверьте, мне не важно, в какую церковь он потом пойдет. Главное, что он Богу. Я людям обычно говорю, как, люди, идите в любую церковь, в международную. Да, да. Понимаете, я не проповедую церковь, я не проповедую конкурсию, я проповедую Бога. И где Бог так сказал, рассказывай нам это лицарство. Нет, он все равно ведет церковь, он все равно ее ведет. Ну, причем, потому что церковь это собрание людей, которые верят. Единомышленников. Да, он не сможет, кстати, говорить больше, да. Но акцент делается прежде всего на Боге, на Христе, на Спасителе. Причем, потому что мы не лично, мы спросили, Сережа, а что такое радостное? Что у тебя, все в порядке там с тобой? Да, мне Христос любит. Да, Христос нам дает покой в сердце, он мне исцеляет, в мою душу. Опять же, не церковь, Христос. Причем, потому что это живой Спаситель. И, кстати, он так говорит, Христос, идите научите все народы. Почему научите? А потому что Бог любит, Бог послал Сына, и Сын пришел, и как нежно до нас мысли. И это самая лучшая вещь, которая у нас есть. Да, что такое? Друзья, смотрите, вот это хотим мысли сказать, передать. Конечно, таки сделать акцент на Боге, на Христе. Не на церкви, не на революции, на Христе. И в этом силу, и это в этом силу. Ну, потому что, знаете, когда один сказал, мне нравится, один человек, он говорит, он думает, что очень религиозные люди, они молятся в день по пять, по шесть, по десять раз. Ни один христианин сравняться с индуизмом не может. Вы не можете сказать, что наша религия круче, чем ваша индуистская. Потому что он скажет, ребята, вы лентяи, вы христиане лентяи. Уже так, как мы уволимся нашим богам, вам еще не объяснилось. Так вот, знаете, почему? Потому что фишка как раз в том, что мы не религию проповедуем. Мы не говорим, что наша религия круче, чем ваша индуистская. Нет, их круче на самом деле. Они более, они более крутые люди. А мы проповедуем живого Бога, который, Креста, который в нашей жизни, он нас, у меня, он изнутри есть в нашей жизни. Мы проповедуем живого Бога, очень просто. Они истуканных выгодов и традиций, которые они леют. Друзья, у меня есть предложение помолиться сейчас. Вот, если вы не обожаете. Уважайте, что я немножко затяну, времечко. Кто бы хотел помолиться? То есть на сердце желание помолиться. Вот, и в конце ее подписчиков просто включу, пока мы будем собирать вещи. Смотрите, теперь молитвы. Буквально два юбилей. Очень хотел. Смотрите, у нас 22, у нас будет 24 по 26 июня христианский фестиваль «Ревайк». Скула в Мэри-Вайк, это Табуцкий интерфейк в Кенде. Очень классная собака, собирается. Больше институт англический. Больше 2000 христианских фестиваль. Сцены, христианские песни, современные люди, программы для детей. Анечка, бываете, а тебе нравится? Папа и папа. Праздник, сейчас не сочусь. Почему? Праздник достаточно такой глиняльный. Больше того, для нашей общины с 20 марта до 22-го. Вот видите, я дам Рома по скидке. Можно было за скидкой взять несколько. Почему? Потому что для участия в этом фестивале, ну, значит, компонентная организация, они арендуют помещение, они берут, нанимают социальные группы, которые формят людей. Ну, это все, что и денег. Это нормально, если люди за это платят. Чего? 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 Должен захватить кто-то и мы. Ну, сейчас я не знаю, потому что мы все-таки были. Пять месяцев поезжали. Не хочу, чтобы там шума не было. Поэтому, друзья, пожалуйста, запишите себе календарики с 20 марта до 3 апреля. Я в общем бы хотел, чтобы мы отбили всей нашей Аравы туда. Кстати, нам, скорее всего, дадут в университете, это университетские помещения, дадут блок с общей кухней. У нас будет комната, и мы будем в каждой отдельной комнате жить со своим самым плом. И мы можем там вечером собираться, общаться там. В общем, классно. Кем-то такой будет крутой. Так что я вас просто очень сильно ободряю. Запишитесь в эти, в ваши календарики. Это будет, смотрите, пятница после обеда заезд, и в воскресенье после обеда выезд. Да, это 24-24. Две ночи. Две ночи. И там такая и ночная программа есть, там делается. Там что-то очень, очень... Там, кстати, салют даже запускали. Ну, англичане умеют фан сделать. Там, значит, что-то... И там еще, там, для детей есть. Да. Там программа для детей есть. Друзья, смотрите, очень большая просьба. Стульчики на место. Пожалуйста, очень вас попрошу. В процессе разговора стульчики на место, столики на место. Спасибо Владимиру Молоченко помог. Все расставил. Наша задача, все на место. Потом, наша замечательная супер красная коробочка здесь стоит. Кто что хочет, пожалуйста, можете положить туда. Потом, смотрите, спасибо за сбор средств для Вероники. Средства собрали. Они уже есть, в Анечке они есть. Поэтому сейчас на этой неделе надо все-таки с Владимиром попросить. С ним как-то все-таки назначить встречу. И дальше, чтобы это все, деньги попали в нужную руку. Прошу, друзья, давайте помолимся. И будем потихонечку уже находиться.